Сегодня у главы государства прошло большое совещание по экономике. Детально обсудили результаты работы реального и финансового секторов за 9 месяцев года и тактику развития на 2017. Александр Лукашенко потребовал от экономического блока правительства и нацбанка четко следовать решениям 5-го Всебелорусского народного собрания и не списывать изъяны на неблагоприятный внешний фон. Отмечено сохранение определенной стабильности, однако президента не устраивает инерционный сценарий развития и недостаточная мобилизация всех сил и ресурсов для устойчивого роста. Белорусский лидер потребовал предметно работать над снижением себестоимости и эффективной занятостью, активнее внедрять новые технологии, в том числе в управлении госактивами. Ровно 3 месяца назад на 5-м Всебелорусском народном собрании мы приняли решение по самым важным вопросам развития государства. Утвердили основные положения программы социально-экономического развития Беларуси до 2020 года. Поэтому необходимо, чтобы наши последующие шаги, годовые планы, прогнозы, направленные на реализацию приоритетов программы «Пятилетки», полностью соответствовали тому, что обещано народу на съезде и одобрено его делегатами. Правительством, Национальным банком представлены проекты важнейших документов на 2017 год. Что настораживает? Правительство докладывает, что в целом стабильность сохранена. В полном объеме срок рассчитываемся по всем гособязательствам, валютным долгам. Создаются условия для качественного улучшения макроэкономических параметров. Тем не менее, ситуация на промышленных предприятиях отдельных остается сложной. Наметилась отрицательная динамика и в сельском хозяйстве. Существенно не добирает строительную отрасль. Сокращается экспорт. Снижаются инвестиции. В результате нет главного роста экономики. Даже того, который мы запланировали. Складывается впечатление, что в разрез с принятой программой на пятилетку правительство реализует инерционный сценарий ее развития. То есть пассивно плывет по течению, ссылаясь на неблагоприятные внешние факторы и не стремясь мобилизовать все силы и ресурсы для экономического подъема. Сразу хочу предупредить, ссылки на внешние условия не принимаются. Коль мы отстаиваем независимость своего государства, должны зарабатывать собственным трудом, делая ставку на внутренние резервы. Экономика Беларуси работает в вилке между стрессовым и неблагоприятным сценариями. Такова оценка премьер-министра Андрея Кобякова. Ключевых проблем несколько. Это падение мировых цен на важнейшие позиции отечественного экспорта, включая продукты нефтепереработки и калийные удобрения, снижающаяся производительность труда и сокращение прямых иностранных инвестиций. Уменьшились и поставки российского сырья на белорусские НПЗ во второй половине года. И только за счет этого ВВП потерял более 0,3%. В июле-августе добавился новый фактор, который мы, в общем-то, не предполагали, что он вообще, в принципе, возникнет. Это ограничение российской стороной поставок нефти. 1,6 миллиона тонн мы недополучили в третьем квартале. Это, в общем-то, уменьшило наш ВВП на целых 0,3% пункта. Как по цепочке уменьшились, как объемы промышленного производства, так и соответствующие объемы торговли, оптовой торговли прежде всего. Поэтому это очень чувствительный для нас момент. И я думаю, что мы в ближайшее время с нашими российскими партнерами все-таки найдем те необходимые решения с тем, чтобы возобновить нормальные отношения и в газовой сфере, и, в общем-то, возобновить поставки, как это предполагалось в тех объемах на 2016 год, как это предусматривали соответствующие индикативные балансы в рамках союзного государства. Главными положительными моментами текущего года остается макрофинансовая стабильность, замедление инфляции и снижение стоимости кредитных ресурсов. Осторожный оптимизм правительства отражается в проекте бюджета и основных параметрах экономики на 2017. Премьер-министр называет сценарий консервативным. Он предусматривает замедление инфляции до 9% и менее, рост реальных зарплат на 1,5% и стоимость вновь выдаваемых нельготных кредитов в диапазоне 17-18%. Бюджет сверстен, спрофицитен в 1,5 млрд рублей. Эти деньги, в частности, пойдут на снижение внешней кредитной зависимости. Я думаю, что уже никого не удивляет, что в Беларуси профицитный бюджет. В общем, это было и в 2015 году, и мы его однозначно реально выдерживаем, и в 2016 году. И на 2017 год мы тоже предполагаем профицитный бюджет. Эти 1,5 млрд мы закладываем для того, чтобы мы имели возможность рассчитываться по внешним долгам. Вы знаете, что глава государства согласована стратегией, которую разрабатывало правительство вместе с Национальным банком, о том, что мы должны будем в ближайшее время по меньшей мере половину внешних долгов гасить за счет собственных ресурсов, а половину рефинансировать с тем, чтобы на протяжении 5-6 ближайших лет заметным образом снизить внешнюю долговую нагрузку. По итогам совещания, проект бюджета 2017 претерпит небольшие изменения и доработки. Будут учтены требования президента. Ожидается, что на рассмотрение новым составом парламента главный финансовый документ попадет уже в начале октября. Подробности ключевого экономического совещания сегодня в Панораме.